Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 апреля. Сейчас пробегусь по комментариям и отвечу только на вопросы, которые сейчас актуальны и злободневны. Потому что комментариев приходит очень много, но некоторые спрашивают на будущее, там про летние темы. А так как у меня времени все меньше и меньше, я сейчас же высаживаю и полив ежедневно, и туда-сюда с этими лотками ношусь, времени мало. Будем теперь только вопросы. Ольга Раткевич спрашивает, скажите пожалуйста, если так высадить в теплицу томаты и накрыть сначала их укрывным, а потом пленкой, то можно ли их оставлять в таком виде на неделю? Потому что мы на даче не живем, каждый день открывать-закрывать нет возможности. Оля, ни в коем случае нельзя в таком виде их оставлять на неделю. Они там у вас сварятся. От мороза вы их предохраните, да. Но вот эта вот полиэтиленовая пленка, которую я говорила, она очень важный элемент для сохранения тепла. Она же может сыграть с вами злую шутку. Потому что если будет яркий солнечный день, там температура поднимается выше 50 градусов. Они сварятся. Тут как, тут я даже подсказать, что не знаю. Я вот живу рядом с домом, я то открываю их, то закрываю, то открываю, то закрываю. Если нет возможности, то так рисковать нельзя. Тогда вам лучше 2 или 3 слоя нетканого материала и оставлять. То есть пленка, она очень хороша, но тогда, когда вы можете ее вовремя торец открыть, например, проветрить. Они там запотеют, они там сгорят и они там сварятся. Это уже такой опыт был, потому что раньше я когда работала, редиску выращивали утром вовремя, если не откроешь. Но не то, что вовремя не откроешь, плохая погода, пасмурная, холодная. Не откроешь, уедешь на работу, в обед выглянешь, там солнце и думаешь. Ну, конец моей редиски, приезжаешь домой и точно, вся редиска сваренная. Потому что раньше было так, что не кинешься с работы, никто тебя не отпускал. И садить приходилось снова грядку редиски. Про полив. Людмила Лисовец спрашивает, вот про перцы и бакалажаны, которые переехали в теплицу. Она, наверное, спрашивает вообще про все. Как вы теперь поливаете в теплице? Из лейки, под корень или сверху? Обязательно под корень. Сверху поливать нельзя, потому что, ну, во-первых, эта влага, которая на листьях остается, она может в эти пазухи попасть. Если погода будет не солнечная, а пасмурная, она может там все намокнуть, загнить. И вообще сверху не нужно поливать. Вы понимаете, что это лишний раз вот эта вот мокрота, вот эта сырость. Я поливаю только под корень. И стаканчики под корень, и томаты высаженные, все под корень. Вот пишут. Завтра большой праздник, отдохните хоть немного. Но мне про праздники никто не сообщает. Я не знаю, какие завтра праздники. Какие сейчас праздники, когда рассада перерастает, когда погода благоприятная, когда нужно высаживать. Вот еще вопрос. Нужно ли закалять рассаду перед высадкой в теплицу? Конечно, нужно. Особенно, если она у вас хранилась, выращивалась в домашних условиях. Если она живого солнца ни разу не видела, солнечных лучей. Если вы ее резко на открытое солнце поставите, она может сгореть. Ну, или еще вариант. Вы ее выставляете туда и прикрываете пленкой нетканой. И постепенно приучаете по несколько, по одному, два часа в день. Потому что, если сразу, я вам сразу гарантирую, будут солнечные ожоги. Особенно на перцах. Они, когда из комнаты на яркое солнце выносишь, белые сразу становятся листья. И вот этот вопрос, который я уже читать устала каждый раз. Ольга Спиридонова еще раз спрашивает. Срываете ли вы первые цветы на перцах? Как говорят, коронный цветок нужно срывать. Об этом уже снято очень-очень много видео. Я никакие... Когда срываю, когда не срываю. А чаще всего я в перцах вообще ничего не удаляю. Если у него не будет сил, он сам отвалится. У меня они на самообеспечение. Вот как могут вырасти, так и вырастут. Обычно вырастают очень хорошие. Я, если честно, в них не вмешиваюсь, в их жизнь. Вот смотрите, пишет Наталья Новик. Здравствуйте, а вы садите по два перчика. Скажите, как они растут, не мешают друг другу, на каком расстоянии. Мне нравится ваш метод. Ну, во-первых, парами высаживают почти все огородники. Очень-очень многие. Расстояние вы придумываете сами. Это зависит от сорта перца. Потому что есть перцы маленькие, компактные. Есть перцы большие, крупноплодные. И нет, они не мешают, но я их не высаживаю очень близко. Сантиметров 15, иногда даже 20 я между ними оставляю. Просто потом к одному колышку подтягиваю, чтобы они не разваливались и чтобы не обламывались под тяжестью. Так, сейчас найду еще вопрос, который я хотела обязательно. Вот вопрос странный. А где про грядки ленивки? Вы имеете в виду про нынешние? Их еще нет. Если про прошлогодние, значит это нужно смотреть видео прошлого года. Вот тут интересный вопрос. Хочу еще раз ответить про все эти лунные календари. Вот Наталья Коченкова пишет. Видео ваше смотрю недавно. Очень интересно. У меня может глупый вопрос, но он мучает меня много лет. Раньше не существовало никаких лунных календарей. Короче, бабушка говорила, сажай в женские дни. Ну все вот это типа этого. Что вы думаете насчет этого? Придерживаетесь ли вы каких-то правил? Говорят, в полнолуние нельзя сажать. Я не придерживаюсь ни лунного календаря. Ни женских дней. Единственное, что я в полнолуние, новолуние не высаживаю. Но вот сейчас, в течение полумесяца, я вообще даже не заглядываю вообще никуда. Может быть даже и когда-то в полнолуние вышла и что-то посадила. Но я об этом не знаю уже. Так. Вот пишет Валентина Гоценюк, что хорошо у нас поставили блокпосты, защищают въезд на дачу. Тут вопрос, почему такие лунки глубокие? Это, я не знаю, какое-то позапрошлогоднее видео, наверное. Лунки глубокие, потому что туда нужно высаживать большой земляной ком. Я переваливаю иногда в большую тару, и чтобы ее туда разместить, нужны лунки глубокие и большие. Это странный вопрос. Но лунки под... Если не из тара, высаживаешь просто из латка, тогда можно просто колом дырку сделать. Лунка соответствует тому. Так, Марина Кантаева пишет. Красота зелена, глаз и душа радуются. Вчера навоз в тропинку уложили. Завтра моем, прибираемся и переселяемся. Завтра обещают плюс 20. Сибирь, Канск. У нас тоже обещают очень тепло. Вот этот очень странный комментарий Галина Дубровина. Вот как все-таки по-разному люди реагируют. Один говорит, ой, как хорошо, прекрасно, зелено. Другой пишет, беда. Все понятно. Накормите весь город. Я думаю, нужно заниматься для себя и получать удовольствие. С чего она решила, что я не получаю удовольствие? А вы, я вижу, немолодая женщина. Лещите из кожи. Лезете из кожи, она имеет в виду. Лещите из кожи. Тоже, видать, не очень молодая женщина. Даже очень немолодая. Видать, незрения, ничего уже нет. Берегите себя. Да неужели вам дети выше, ваши, наверное, не помогают? Колхоз столько не сажает. Беда. Вот у женщины беда. Не умеет писать. Плохое зрение. И вообще, вероятно, с грамотностью не очень. Но старается подучить других. Ой, каких только людей нет. Во-первых, ну почему мне должны дети помогать? Они работают на своей работе. Живут все в других районах города. Он мне что приедет, чтобы палить? Я никого не запущу. Это мое, мое удовольствие, моя работа. Лезете из кожи. Но я еще не змея из кожи, не вылази, и не ящерка. Вообще, интересно, вот так прочитаешь, посмеешься, да дальше. Ну, у женщины беда. Я желаю вам тоже хорошего здоровья, чтобы вам дети помогали, и чтобы вы получали столько же удовольствия в огороде, сколько я. Столько колхоз, говорит, не сажает. Вы не видели, сколько раньше колхоза сажали. Я как раз деревенская, родилась в деревне, деревенская жительница там столько сажали и привили нам любовь к труду. Так, вот это все про обогрев. И тут вот про климат очень многие почему-то пишут, я не знаю, почему они так думают, пишут вот, да, вы говорите, Сибирь, Сибирь, вот помидоры, у вас юг Сибири, понимаете, у вас температура за лето. Ну, тут тоже без знаков припинания, без точек, я как поняла, так и читаю, температура за лето выше и погода лучше, чем в Ярославской, Ивановской, Московской, Владимирской. Короче, у нас везде, у нас лучше, чем везде. У меня эти помидоры после 20 августа все почернели, а плоды зеленые уже дома почернели. Ну, знаете, у наших соседей тоже у многих в конце августа все чернеет, и зеленые они сохранить не могут, но это же не стандарт. Почему вы думаете, что у вас Алтайский край, юг Сибири, упоминайте об этом в своем видео. Ну, короче, тут у меня многие, кто сам не может вырастить, почему-то они считают, что у меня выращивается все по мгновению волшебной палочки, только потому, что погода хорошая, и что у нас погода лучше, чем везде. А как у нас в сентябре первые заморозки, это никто не упоминает. Как у нас в мае может завалить снегом, сугробами, это тоже никто не упоминает. И как у нас, поглядишь в конце августа в соседние огороды, там тоже ничего уже нет. Там что-то сгнивает, что-то зелеными люди собирают на хранение, кто пораньше не высаживает. Все это, знаете, это вот как есть такая не очень красивая поговорка или пословица, в чужих руках всегда все толще. И кажется, что вот у других хорошо, только потому, что у них там такие идеальные условия. Поверьте, у нас в Алтайском крае условия не идеальные, и кто смотрит все мои видео, они видят и какие у нас и бураны, и метели, и морозы, и уносит даже теплицу ураганами. Очень сложные погодные условия. Мы тоже находимся в зоне рискованного земледелия. И вот пишет у вас томаты в июле месяце, у меня еще не взошли, на продажу пускаю 10-15 см, чтобы были маленькие, толстенькие, хитрость такова. Ну тут, короче, я тоже не очень поняла. Я поняла, что он 4000 томатов за один день продает. Я рада за него или за нее, не знаю. А вот про белокрылку Яночка спрашивает. Как насчет белокрылки не видно? Удалось ли вам избавиться от нее? Но я в прошлом году осенью, я старалась как снизить численность вот этого поголовья. Потом мы ушли в зиму, и я надеюсь, что зимой, может быть, она там половина этих, которые отложила личинки, погибла. В этом году не видела, потому что на улице-то еще холодно. А теплица вот эта, в которую я сейчас высаживаю, там грунт весь новый. Мы привезли с поля и там, ну, с фермы перегной. Так что там нет личинок. Мне вот посудить по первой теплице я не могу. Я вот сейчас вторую буду, когда заселять томатами. Если там есть личинки-белокрылки, если они выжили, то я их увижу и буду бороться с ней дальше. Вот специально дошла вот до этого вопроса. Хотела подробно ответить. Елена Ивлева и Ильева спросила, помогите, пожалуйста, то можно сделать с томатами, если у них некроз. Вообще я ни разу не слышала, чтобы у молодой рассады был некроз. Бывает это или нет? У меня вообще был раз в жизни. Но я знаю, что во всех статьях и все специалисты всегда говорят, что некроз это в большинстве случаев он неизлечим. Если уже запущено, лучше выдрать и выбросить это растение. Но опять же говорят, что на ранних стадиях, если вы в самом начале заболевания вот как распознали его, то можно делать обработку медь содержащими. Расскажу про свой опыт. У меня некроз стебля был всего лишь один раз в жизни. Я растение это удалять не стала, так как было еще рано, там сильных плодов-то не было. Я думала, что если вылечу, вылечу, не вылечу, выброшу. Я сделала опрыскивание медным купоросом, полила вокруг приствольный вот этот круг, чтобы он еще и из почвы взял вместе с питанием вот этот медь содержащий препарат. Он ожил. И когда новые начали образовываться, вот этот вырос новый пасынок, свежий, я его оставила, а этот старый ствол с черными вот с этими, я просто отстригла и выбросила. Но получилось, что я его удалила, но корень остался тот же самый. Так, тут вот не поняла, почему вода в банке коричневая, я вообще не поняла, о чем вопрос. Так, это про золу. Раиса Корешко спрашивает, не пробовали сажать помидоры, как мунир зарипов? Все листья на верхушке обстригает, аж страшно. Нет, я не пробовала. Я нынче петлей-то попробовала, три штучки ботяни, и то у меня не очень получилось. Мне все-таки традиционный метод выращивания рассады и высадки, он больше нравится. Так, перец не растет, плохо переносит, не развивается, даже куст даже не начал краснеть. Мы в Южном Урале, лучше всего вызревает ласточка. Больше не буду экспериментировать. Так. Лучше и понятнее говорить высокорослые и низкорослые. Слушаюсь. Так. Вот Ольга Павлюдкина. Все понятно, но мучает самый главный вопрос. А Ольга не отвечает на него. Вы поймите, я на все вопросы ответить при всем желании не могу. Выхватываю какие-то кусочки, потому что столько комментариев. Вы же пишите, кто-то пишет комментарии под свежими видео, еще их, ладно, я читаю. А кто прошлогодний, позапрошлогодний напишет, вот это тоже не нынешнее видео. Иногда до них и руки не доходят. Так, вот днем в такой теплице температура 25-30. Как это влияет на рассаду? Надо ли дверь на день открывать? Это Анна спрашивает, вот старое видео про капусту, посев капусты в холодную теплицу. Если 25-30, вы можете дверь открыть. А вообще в случае с капустой можно просто открыть форточку один раз и не закрывать ее ни днем, ни ночью, если вам неудобно, но не хочется ходить каждый раз к этой пустой теплице и за одной капустой открывать, закрывать дверь. Форточка будет проветриваться, там все равно 30 уже не будет, будет немножко поменьше. И даже если будет ночью холодно, капуста, она не замерзает. Скажите, будете ли переваливать в большой объем? Это про перца в 200-граммовых стаканчиках. Конечно, буду. Всегда они в конце, перед высадкой грунт, сидят в стаканах 0,500 мл. Галина Овчарова пишет, купила Настеньку, алтайские семена очень долго не сходили, больше 10 дней. Взошли только 3 хилые, махонькие, но попытаюсь сохранить. Надеюсь, не пересорт, но очень обидно. Почему-то последние годы даже у нас не стали продавать Настеньку. Вот у меня хорошо есть одна еще оригинальная пачка на запасе, как фабричная, заводская. Я ее храню, но на тот случай, вдруг там семена утеряются или там что-то случится, какие-нибудь мыши сгрызут за зиму мои семена, чтобы вот эта пачка, она лежит в укромном местечке. Все странно, не стало в магазинах любимого праздника, не стало в магазинах Настеньки. Самые ходовые, вот такие самые популярные сибирские крупноплодные сорта почему-то из торговли у нас исчезли. Зато появилось очень много всяких гибридов. Вот пишет, наверное, Виктор Шадрин, что от капель ожог редко, но бывает. Вот когда незакаленная рассада попадает на яркое солнце и лист белеет, это намного чаще, особенно у начинающих. Да, кстати, про белые листья мне уже писали, про белые листья баклажан, про белые листья вообще рассады. И я до этого еще говорила, что закаливание должно быть постепенным. Сначала на небольшое время и лучше выносить не на яркое солнце, яркий солнечный свет. Я вот свои баклажаны вынесла с перцами, вчера снимала видео. Несмотря на то, что я уже притеняющую сетку на теплицу сегодня натянула, завтра о ней расскажу, они все равно как тряпочки, вот так вот делаются вялые, вечером встают, на следующий день опять как тряпочки. И вот дня три они будут делаться тряпочками, потом только, а тот баклажан, который высажен до этого, уже давно, он стоит бодро. На этом же солнце с этими же солнечными лучами ему ничего не делается. Вот что значит закаливание. А вот эти баклажанчики, они у меня не закаливались. Вот смотрите, пишет, у меня оказалась щелочная почва, рассада томатов уже растет, ростки стали сиренево-бордовыми, корявыми, за ночь вообще упали. Можно ли спасти рассаду, применив эту вытяжку? Где-то читала, что в щелочной почве ни азота, ни фосфора не хватает. Но когда вы точно не знаете состав почвы, покупной грунт, я не знаю, вот у меня всегда единственный совет, который во все времена, который самый безопасный, можно посоветовать всем, это пересадить в свежий, в другой грунт. Если вы начнете что-то применять, какие-то вот эти препараты, не зная точно, чего там хватает, чего там не хватает. А вообще, вот эта вот щелочная почва, чтобы вот эту вот PH немножко снизить, люди, я не знаю, я никогда такого не делаю, потому что у меня нет покупных вот этих неизвестных почв, я просто знаю, вы погуглите, некоторые слабым раствором уксусные кислоты поливают уксусом, и тогда вот эта щелочная среда, она понижается. Но никаких советов по поводу вот этих исправлений почвы я не буду давать, потому что я даю совет только то, что я на своем опыте знаю, опробовала, испытала. Я еще раз говорю, вот покупных грунтов не знаю, и если там какой-то грунт не такой, а вдруг там не то, о чем вы думаете. Вот может быть, вот вы пишете, оказалась щелочная почва, а вы как узнали, что она у вас щелочная, и почему вы думаете, что именно от этого? Короче, единственный, самый верный способ пересадить в новую хорошую землю и не исправлять старую ничем, потому что вдруг вы вот это добавите, а там не та причина, о которой вы думаете. Вот что я до вас хотела донести. Так. Ну, тут пишут, что тоже, что экспериментируют люди, высаживают и пораньше, и всяко. Ну, опять про космонавтов. Входят одни космонавты, в чем проблема, но это мы уже обговаривали в сто раз. Или глубокая заделка семян, или суховатый грунт, или, ну как вот, непромоченность дорожек, или вообще просто слабые семена. Причин может быть очень-очень много. Иногда бывает, что сходится несколько причин. И не пролито недостаточно. Я вот сажу прям в грязь, бывает и дорожки не пролиты, и глубоко заглубленный посев заделывают глубоко, и еще семечки слабые. И вот... Нет. Сказала деду, глубоко, наоборот мелко. Что-то думала, думала. Заделка мелкая, если грунт суховатый, и если семена слабенькие, тогда они не могут скинуть вот эту шапочку. А то бы сейчас наговорила вам. Так. Когда планируете высаживать помидоры в теплицу с инфракрасным и обогревателем без подогрева грунта. Вот это у меня сейчас тема самая актуальная. Завтра буду высчитывать дату высадки. Так же, как я высчитывала для первой теплицы, так и буду для второй. Буду опять выписывать погоду, смотреть, искать самое теплое окно. Вот в это теплое окно, когда будет большой плюс ночью и хороший плюс днем, чтобы было солнышко, чтобы грунт прогрелся, потому что там нет обогрева грунта, я буду высаживать и чтобы на ночь, прикрыв пленкой, чтобы тепло от этого грунта сохранилось и чтобы они были высажены в теплый период. Тогда у них уже корни успеют схватиться с грунтом и даже если будет потом похолодание, им будет уже проще. Они уже будут там как бы сидеть основательно. Так, ну и все. Тут про лежачие спрашивают, поднялись или нет. Так, я сейчас на последнее еще прочитаю один-два комментария и будем закругляться. Время идет очень-очень быстро, не успеешь. Вот несколько вопросов прочитаешь, смотришь, уже полчаса нет. Тут уже аминь. В Красноярске так тепло, для эксперимента посадила томаты в теплицу без подогрева. К сожалению, мы на даче не живем, теплица закрыта, не проветривается. Сегодня приехали, и томаты сгорели. Вот это такая же причина, как и холод. Как раз хотела я видео еще одно снять для новичков. У нас весной, как опасен холод и вот эти ночные заморозки, так же нам опасно. И вот это вот перегрев в теплицах, вот это солнце весеннее, что не убивает ночью мороз, то может днем очень хорошо с успехом убить солнышко. Поэтому я сегодня говорила, что вот про эти форточки, я-то рядом с ними, я бегаю по 5 раз на день форточку, то открываю, то закрываю, не дует ли им, не жарко ли им, не холодно ли им. И вот этот, как мне говорили, почему вы не сделаете термопривод, это я говорю, ну а я сама биотермопривод, я чувствую боль лучше этого всякого термопривода, но сейчас, конечно, возраст уже не позволяет бегать на такие дистанции, с утра до вечера буду. Вот в новой теплице я говорила, что у меня будет форточка с термоприводом, вообще это очень большая проблема, сгорают томаты, у меня у самой и сгорало, и замерзало когда-то было, вот Людмила Колосова пишет, форточка это ни о чем, все равно горит, ведь дверь закрыта, форточки должны быть по всей стороне, и напротив хоть одна. Так у меня так и будет, у меня будут и боковые, и сверху, я вот к Людмиле обращаюсь, вы не расстраивайтесь, у меня будет все нормально, я же на заказ, я заказала по бокам, с обоих сторон, наверху, в двух дверях, с обоих сторон форточки, все будет проветриваться. Так, Ольга Павловна, здравствуйте, мы включили такую ленту неделю назад, ширина грядки 90 см, грунт 14,7 см, ну так же, как у меня, вот 15 градусов у меня держится, уже рассада стоит, все нормально, купили в Екатеринбурге, все понравилось, ну все, теперь у нас модно на подогрев грунта, все будем рано высаживать, и кушать, прямо в этом, в мае, наверное, помидоры. Валентина спрашивает, Оля, а в новой теплице сколько грядок планируете? Там, смотрите, в новой теплице, там, независимо от меня, уже будет 3 грядки, потому что у них, это система подвязки, трусы вот эти натянутые, уже как изначально в схеме, ну как у них запланировано, у них по центру 2, вдоль конька, вот там, где самые-самые, можно даже 3-х метровые томаты выращивать, и вот по краям, так как мне многие советовали, вот для, ну, та схема, которую люди считают более удобна, центральная одна для высокорослых, и 2 вот боковые, ну для таких, для среднерослых, так что у меня будет теперь 3 грядки, это будет первый раз, когда у меня будет измененная схема, ну посмотрим, в этой теплице у меня будет все первый раз, и боковые форточки первый раз, и в коньке вот это вот с терморекуляторами форточный блок первый раз, и вот эта тросовая, вот эта вот как растяжка-то, на которую привязывать веревочки, тоже первый раз, и 3 грядки будут первый раз, все, я с вами буду прощаться, потому что время поджимает, сегодня у нас очень тепло, ночью, представьте, будет плюс 7, это мечта, я сейчас ходила закрывать томаты, хожу в одной футболочке, кажется, что лето, но это обманчивое тепло, я знаю прекрасно, что будет еще и в апреле, и в мае у нас, возможно, и снег, возможно, и заморозки, но я думаю, мы все выстоим, у меня-то томаты уже закаленыши такие, что мне кажется, они даже уже минус 1 пережили бы без отопления, все, до свидания, желаю всем, чтобы поменьше у нас сгорали, чтобы поменьше у нас замерзали, чтобы все было так, как мы задумали, вот в мечтах нарисовали себе картину, и чтобы она тут же притворилась в этом же году в жизни, все, до свидания. Продолжение следует...